Всех приветствую, с вами интернет-магазин Antilife.com.ua Меня зовут Александр. Будем сегодня разговаривать, записывать для вас полноценный обзор на смартфон UMI X3. Совсем недавно я сделал распаковку и буквально за пару дней я сделал полноценный обзор, протестил его со всех сторон и, собственно, готов вам предоставить информацию. Начнем с внешнего вида, еще раз я коснусь его. Смартфон имеет 5,5 дюймов дисплей. Снизу на лицевой панели здесь три сенсорных кнопки, они подсвечиваются, когда их нажимаешь в меню домой-назад. Сверху у нас есть 8-мегапиксельная фронтальная камера, динамик, датчик приближения, датчик освещения. Вот в правом верхнем углу есть индикатор пропущенных звонков, он светится либо зеленым, либо красным. Я такие цвета видел. Вот эта вот окантовка по всей площади смартфона, это металлическая окантовка. Сверху у нас есть разъем под наушники стандартный 3,5 мм. Есть в комплекте вот такая вот заглушка, она предназначена для открытия слота под симку. И чтобы не потерялась, можно вставить в разъем под наушники. Если вы пользуетесь наушниками, то эту штучку лучше положить в коробку и не трогать ее, потому что потеряете. С этой грани у нас есть слот под симки. Симки я уже вам показывал в распаковке, покажу еще раз. Здесь две сим-карты, nano-sim и micro-sim. Я считаю это, ну, таким недостатком своеобразным. Для меня это неудобно, я пользуюсь GU-G2, у меня две стандартных больших симки. Ну да ладно, не об этом. Снизу у нас есть разъем под micro-USB зарядку. Здесь один динамик, не стерео, это микрофон, это динамик. Звучание довольно-таки среднего уровня. С этой грани кнопка включения-выключения и качелька громкости. Хочу сказать, что смартфон сделан довольно-таки хорошо, монолитно, однако вот эти вот кнопочки, они немножко потрескивают. Сзади крышка пластиковая, это 14-мегапиксельная камера, есть вспышка, есть микрофон второй, логотип UMI и надписи от производителя. В целом по корпусу мне смартфон очень нравится. Ну, такой необычный корпус, 7,6 мм его толщина, довольно-таки достойно. Сделал производитель, нареканий по корпусу у меня нет. Ну, для кого-то может быть существенно, для кого-то нет вот эти вот дребезжания этих кнопочек. Теперь перейдем непосредственно к техническим характеристикам этого смартфона, потому что в интернете информации на данный момент очень мало, и как бы я вам пролью правдивую информацию. Во-первых, показывает в Antutu этот смартфон, было, я проводил несколько тестов, 20 тысяч, 17 тысяч, маловато для процессора МТК 6592, не знаю, почему так. Давайте смотреть. Здесь настоящий восьмиядерный процессор 6592, здесь Full HD, 13 камера, здесь 2 гига оперативной памяти, здесь 16 гиг встроенной памяти. Кстати говоря, это один из самых больших недостатков этого смартфона, потому что корпус монолитный, неразборной, и слота под SD-карточку просто-напросто нет. Вопреки всему, вопреки всей информации в интернете о том, что будет тактовая частота 2 гигагерца, нет, это неправда. Стандартный восьмиядерный 6592 с максимальной частотой работы 1,7 гигагерца. Графический ускоритель здесь Mali 450, 5.5, матрица IPS, OGS, углы обзора потом покажу, 13,8 камеры. Что касается вот этих вот цифр, ну, я считаю, что с новой прошивкой это все будет исправлено, главное, что игры летают и запускаются нормально, без проблем, без баков, без глюков. Что касается датчиков наличия в этом смартфоне, здесь напичкано очень много всего, здесь есть полноценно рабочий GPS, был такой негатив в UMI X2, когда он только появился, что не работал GPS или работал очень плохо. Датчики освещения, датчики приближения, все само собой. Вспышка, хоть она и двойная, но довольно-таки среднего уровня. Есть NFC, есть гироскоп полноценный и есть OTG, то есть, несмотря на то, что слота под карточку памяти нет, ну, допустим, записать какой-то фильм большой на флешку и подключить через OTG, это не проблема. Количество касаний можно посмотреть через программу Antutu Tester, здесь всего 5 точек касаний. Прошивка, здесь я вам сейчас покажу, какая версия. Это вот впервые мы получили, буквально пару дней назад, эту модель. Вот прошивка вот такая, четвертого месяца, ну, то есть, довольно-таки свежая, как по мне. Ну, возможно, уже есть обновленные прошивки, с которыми вот в Antutu будет показывать он хорошие баллы. Сама прошивка полностью на русском языке, здесь нет ничего особенного, с 4.2.2 Android, можно изменять, менять темы. Китайская софтинка вот единственная, есть вот этот вот меню быстрого запуска, то есть, здесь нет ничего такого необычного. Единственное, что для меня было необычное, это то, что, во-первых, здесь есть функция, вот, когда мы тушим смартфон, почему-то для чего-то, не знаю, для чего, можно включать, чтобы вот эта вот кнопка, она светилась. Можно выключать. То есть, ну, я выключаю, потому что я не вижу смысла. И очень интересное меню есть в этом смартфоне Smart Wake. Единственное, с чем я разобрался, тут не на русском языке, все, я пробовал включать, но я не мог разобраться, где и как оно действует. Единственное, с чем я разобрался, это двойной тап по экрану, для того, чтобы разбудить этот смартфон. То есть, это довольно-таки классная фишка, потому что смартфон большой, кнопка, это довольно-таки далеко. Если мы, допустим, там, достали из кармана, и как-то неудобно смартфон лежит, то очень просто двойной тап сделать по экрану и разблокировать смартфон. Это однозначно плюс. Мне это нравится. По мне, в LG G2 такая фишка есть. То есть, ну, каких-то таких классных флагманских модель. Теперь, что касается звучания. Звук смартфона довольно-таки хороший. В наушниках звучание с басами мне нравится. В инженерке можно сделать немножко громче. Но до такого орущего звука смартфон не дотягивает. То есть, звучание довольно-таки в наушниках среднее. Внешний динамик звучит нормально. Сейчас я вам это продемонстрирую. Также продемонстрирую Full HD видео. Ну, вот это вот максимальная громкость. Не слишком громко. Среднего уровня звучания. Звук при разговоре, то есть, в динамике разговорном и в микрофоне. Меня порадовал. Все там классно, слышно хорошо, отлично. Экран в этом смартфоне он 5,5 дюймов. Он ОГС, ОГС. То есть, никаких воздушных прослоек нет. Я встречал отзывы, что якобы есть какие-то артефакты на экране. То есть, если надо дотрагиваться до... Если сильно дотронуться, ну, вот действительно сильно, то да, вот проявляется немножко. Но я думаю, что на абсолютном большинстве китайцев такое можно увидеть. Я не считаю это негативом. На него не нужно давить. То есть, оно при нормальном пользовании ничего такого нет. То есть, для того, чтобы нажать, достаточно просто прикоснуться. Чувствительность экрана шикарная. Теперь, яркость. Яркость у смартфона. Минимальный уровень. Ну, не слишком он минимальный, если так можно сказать. Максимальный, достаточный. Смартфон очень яркий. Экран хороший. Цветопередача хорошая. Я всегда тестирую экраны у таких флагманских топовых моделей. На момент углов обзора, на момент, как смартфон будет работать с темными оттенками. В идеальном случае, картинка должна быть такая, как вот мы смотрим вот так вот. Она должна быть такая же и вот под вот этими всеми углами. Здесь я вам продемонстрирую картинки. Цветопередача, сочность хорошая. Мне нравится этот экран. Однако, под углами, смотрите, темная картинка, она начинает сереть и начинает немножко уходить в негатив изображения. Вот я вам сейчас это продемонстрирую. Я считаю, что это однозначно минус. Такое можно встретить, ну, наверное, на большинстве. Не знаю, почему. Или для того, чтобы удешевить конструкцию. То есть, не понимаю, для чего в такую классную модель могли запихнуть действительно классный экран. То есть, это однозначно для меня это минус в этом смартфоне. При этом, к слову о цене, смартфон будет стоить в Украине где-то 280-290 долларов. Этот смартфон будет даже дешевле или на уровне THL-T100S. Что касается производительности, давайте запущу Asphalt 8 и запущу Dead Trigger 2 и посмотрим, как справляется с таким экраном, с таким разрешением этот процессор на этой прошивке. Субтитры сделал DimaTorzok то, о чем я вам и говорил. То есть, в Antutu баллы маленькие, 17-20 тысяч. Должно показываться примерно 26-27-28. Однако, с производительностью у смартфона все в полном порядке. Я считаю, что не стоит это записывать в минус. Это просто цифры, не более того. Я тестировал в смартфоне автономность. Здесь, я напоминаю всем вам, здесь аккумулятор на 3-150 мАч. Он под крышкой. Продемонстрировать я его вам не могу. Но я его видел. Там реально такая цифра написана. И я вам хочу сказать так. Эта модель является лучшей среди всех MTK6592 с Full HD разрешением по параметру аккумулятора. Я вам сейчас продемонстрирую все эти данные. Скриншоты, которые я делал, тестировал. Я думаю, вы мне доверяете. Уже. Значит, в Antutu тестере модель показывает отличные 648 баллов. Я вам напоминаю, что примерно 530-550 показывает THL T100S, который 5-дюймовый. Это модель 5.5. И там 2750, здесь 350. Взять конкурента по размеру это ZOPPO 998. Там 2,5 аккумулятор. Когда я делал обзор, скорее всего, были еще такие сыроватые прошивки. Было вообще менее 400 баллов. То есть, по аккумулятору нареканий у этого смартфона я вообще не могу вам сказать. В игре при максимальной яркости Epic Citadel 3 часа, более 3-х часов этот смартфон у меня продержался. Это классный, действительно классный результат. Обычный, стандартный, средненький результат это 2 часа 10-20 минут. При воспроизведении видео через YouTube с включенным Wi-Fi, естественно, с максимальной яркостью более 4-х часов 4.19 со 100% до 4. По аккумулятору это однозначно лучшая модель среди MTK 6592. Примерно такие же данные показывал у меня смартфон Lenovo S939. Там 6-ти дюймовый дисплей, но там он не Full HD, там 3000 мАч. Вот там тоже примерно такие же результаты были. То есть, по аккумулятору отличная модель, однозначно. Я вам хочу объяснить этот момент, настолько я выделяю, потому что это один из самых важных факторов выбора смартфона, если касается непосредственно выбора MTK 6592, потому что именно 8-ми ядерная платформа по всем там тестам она говорила, что она будет энергоэффективнее, чем 4-х ядерный MTK 6589. Однако ничего подобного. 8-ми ядерные смартфоны очень сильно кушают аккумулятор. Поэтому этот факт, это очень важный факт, касающийся этого смартфона. Касательно GPS. GPS рабочий, я его тестил в различных условиях. был у нас дождь, дождь, тучи, словило немного спутников, потом я тестил вот буквально недавно. Солнце, спутников словило больше, то есть по GPS-у отлично все, там 20-35, первый старт секунды, нареканий по GPS-у я тоже сказать не могу. Теперь, что касается камеры, давайте будем, буду демонстрировать вам камеру. То есть, во-первых, здесь 14 мегапикселей основная камера, 13 мегапикселей основная камера, 8 мегапикселей фронтальная. Фронтальная камера у нас без автофокуса, видеозапись идет, естественно, в формате Full HD. Что касается качества. Качество мне понравилось. Я не могу сказать, что лучше качество, чем у Течелли T100S, но, тем не менее, камера очень на уровне. Вот я стоя на диван положил газету. Сами понимаете, какого размера там буковки. И вот я вам приближу, и вы сможете увидеть, что абсолютно с такого расстояния все читабельно. Да, может быть, качество не сильно, но, извините меня, я очень сильно приближаю изображение. И, то есть, я считаю, это достойный уровень. То есть, если я буду фоткать полноразмерно, допустим, листок А4, то там идеальное изображение выйдет. Макросъемка снимает отлично. Я видео запишу, обязательно выложу рядышком в YouTube. Вы это все сможете посмотреть. Ну, и другие фотки тоже вам покажу. В принципе, обо всем я вам рассказал. В моих руках у Mi X3. Давайте пройдемся коротко о плюсах и минусах этого смартфона. Модель недорогая. Примерно 280-290 долларов. 5,5 дюймов дисплей, восьмиядерный процессор. Здесь две симки, одна nano-sim, одна micro-sim. Полноразмерная симка сюда не станет. Здесь нет слота под microSD-карточку. Корпус монолитный. Я считаю это минусом. Немножко трясутся в корпусе вот эти вот кнопки. Ну, мне это не доставляет неудобств. Однозначно плюсом смартфона является фишка двойного тапа. То есть, я могу разбудить дисплей двойным тапом. Это очень удобно. Экран мне нравится. Он яркий, сочный. Все отображается так, как должно. Однако, под углами немножко выцветает и уходит картинка в негатив. Для меня это однозначно минус. Ну, для пользования я думаю, это очень несущественно. Однозначно плюс это аккумулятор, который 3, 150 мАч. Это действительно реальный такой аккумулятор. Это не просто цифра, это не просто замануха. Телефон действительно работает столько времени, сколько он должен работать. Держит долго в играх, держит долго при воспроизведении видео и просто в пользовании смартфоном довольно-таки хорошо себя проявляет. Производительность с прошивкой нормально работает. Производительность на должном уровне игры не глючат, нормально все запускается. Камера мне понравилась. Особо сказать прям вау, я не могу про камеру, однако все на должном уровне, на должном уровне этой цены. В целом смартфон появился наверное на уровне по датам со всеми там те челями Zopo, однако вот в руки попал, я так понимаю, по обзорам в интернете то, что этой модели практически ни у кого нет. Очень интересный вариант с хорошей ценой, с отличным аккумулятором. Я опять же напоминаю, что в контексте восьмиядерных смартфонов это очень важный параметр. Я сейчас держу в руках лучшую модель с лучшим аккумулятором по автономности. Буду заканчивать. Вот такой вот смартфон, скажу напоследок о том, что смартфон греется, греются все смартфоны абсолютно, когда ними пользуешься. Если его положить вот так и он будет просто лежать, он не будет греться. На этом все. Уми Х3 вашему вниманию представлен. Имейте это в виду. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся. Как только будут появляться любые новинки, я сразу же делаю для вас полноценный, правдивый, по моему мнению, честный обзор. Всего доброго.